Молитесь и грейте. Молитесь. Боже, милостью будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастово согрешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть я кого истинного, блажите Богородицу, преснабоженную, пренепороченную, Матерь Бога нашего, счастнейшую херувем и славнейшую воистину, Серафим. Безысление Бога, Слово родиши и сущую, Богородицу тебя величаем. Земной поклон. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертвый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради причистой Твоей, Матери, силы и счастнага Животворящего Христа, Святых Ангелов наших, Хранителей, И всех ради святых, помилуй, Спаси нас, яко благое си, Человека любец, аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному, Создав имя, Господи, помилуй меня, Бесчиславе согрешил, Господи, Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец, Наши, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе всяческих ради, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе всяческих ради, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе всяческих ради, Боже, очисти меня грешно, Яко лишь благое сотворил пред Тобою, Но избави меня от лукавой, Да будет у меня воля Твоя, Да неосужденно отверзу устам И недостойно восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присны, И во веки веков, аминь. Царю Небесную утешить, Или души истинные, И живи с детства, И вся исполняя сокровища Благих и жизни подателю, Прииди и вселисовны, И очистены от всяких скверных, Спаси блажи души наши, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас, Слава Тебе, Сына и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети исцели немощи наше имя и пребор ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижисти на небесе, как да святится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якажи и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом. И во Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Уставши от сна, припадамте блажь, ангельскую песню пьемте сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрай сна, возьми, и Господи, умой, просвети сердце. И с неба и отверзивай же, пейте Святая Троица. Свят, 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 Богородицу и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приидет, и каи Гожи деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 И Си Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне горает Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся на меня, ленивый и грешный, не погубил меня с обеззакони моими. Моя человек, корюпсал, и всеобычное, и внечание, лежащее, говозду, и месси. Воеже утренье, сполослое, и державу Твою, и ныне, Владыка, просвети, мои още мысленные, отверзи мои уста, повыщайтесь ослабить всем Твоим, и разуметьте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петьте Тя во исповедание сердечем. Воспевайте все святое имя Твоя Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и пресне, и ловите веково. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, Христу Цареве Богу нашему, приидите, поклонимся, и припадем к самому Господу Иисусу, Христу Цареве и Богу нашему. 107-й Псалом. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и воспевать во славе моей, воспрянь псалтыри гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божия, над всей землей, да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницу и Твоею, и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем, восторжествую, разделю Сихем и долину Саххов в размере. Мой Галаат, мой Манасия, Ефрем крепость главы моей, Иуда скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, наедомо простру сапог мой, над землей филистимскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня доедомо? Не ты ли Божия, который отринул нас, и не выходишь Божию с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не изложит врагов наших. Божьи хвалы мои, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечтивые и уста коварные. Говорят со мной языком лживым, отсюда окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечтивого, и дьявол достанет одесну его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его, да будет грех. Да будут дни его краткие, и достоинство его, да возьмет другой. Дети его, да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его, и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит, взаимодает все, что есть у него, и чужих, да расхитит труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего, сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто перед Господом беззаконие отцов его, и грех матери его, да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как резую, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как келей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, в котором всегда поясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злою на душу мою. Со мной же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонит меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивает головами своими. Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постажены. Раб же Твой, да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждой покроются стыдом своим. И я громко буду устами моим славить Господа, и среди множества прославлять Его. Ибо Он стоит одесной бедного, чтобы спасти Его от судящих души Его. Слава твой, Сына и святому Духу, и ныне и присны, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова Спаситель Спаси меня благодатью Твоею Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня То это не будет благодатью и даром, но более делом Ей многие щедротах и неизлечены в милости Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет И не увидит смертью во веки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся То верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел домеется мне, Боже мой Потому что совершенно не найти дело правдущих меня Но это вера Да будет превыше всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да явит причастником славы Твоей вечной И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово Что торт мне от Твоих руки оградой Но ли хочу спаси меня Или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее Скорее Погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил матери моей Сподобие меня, Господи Возлюбить Тебя теперь так же Как возлюбил я когда-то свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя Без лени, усердно Как прежде потрудился сатане Прещающему Особенно же Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне всегда, в веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Постану я храню мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня За невоздержание мое Не дав возможности Злому демону Подчинить меня В себе преобладание Утого смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий Хранитель и покровитель бедному души и телу Прости мне все Чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни Если я чем согрешил в прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не принимать Бога никаким грехов И молись за меня Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе Своем И сделал меня рабом достойной Своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица, моя Богородица Своими святыми всесильными молитвами Отгони от меня смиренного Несчастного раба Твоего Уныния, забвения, неразумия, нерадения Вдолицы скверные, лукавые И хульные помыслы из окаянного моего сердца И помраченного ума моего И погаси пламя моих страстей Ибо я у Бог несчастен Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причисто имя Твое славится во веки вечное Аминь Аминь Поминаем своих святых Каждое свое имя святого Называйте, как его зовут Молите Бога о нас Святые угодники Божии Игнатий, Владимир, Надежда, Людмила Ибо мы усердно к вам прибегаем Скорым помощником, молитвеньком о душах наших Богородица Дева Радуйся, обрадана Мария Господь с тобою Благословена ты в женах И благословен плод чрева Твоего Яко родила Иси Христа Спаса Избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Исчезнага, Желтворящего Креста Господня Не оставь нас грешных, уповающих на Тя Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояние Твое Победа на сопротивные дары И Твое сохраняй крестом, Твое жительство Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Родителя и сродника, благодетель, митрополита Илариона Епископа Эптихи Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония Священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амброси, Вадима, Иосифа Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Митрополита Тихона И весь священнический иноческий чин И высший истин служитель миссионеров Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам И нам дай еще священника, если угодно Тебе, Господи Смири власти воинств, и наведи страху и на них И через них сотвори добрые законы и благо для церкви Дабы дали достойность жить подданным Дабы было еще уделять нуждающимся Господи, коснись сердца правителей Наведи страху и на них Сохрани их от покушения на них Владимира, Демитрия, Дональда, Рамзана Владимира, Александра, Эдогена и Амана И дару мира Израилю Россию, Украине, Сирии, где война идет И научи нас ценить это мирное время И приготовь землю к великим и страшным испытаниям Грядущим на всю вселенную Благослови нас, Господи Да будет этот день для прославления имени и дел Твоих дивных Слава Тебе Всей день сохрани нас от всякого греха, искушений непосильных От всего, что не славит Тебя, Господи Сохрани жилища наше и селения от пожара, от воров, от нечистой силы Живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапима, Владимира, Обратима Посети болящую Людмилу Любовь Владимира, Алексея, Иосифа Прищи добрые жители с детьми Любящими, знающими уставы Твои И сохрани школу Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада, Иклик, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину Валентину болящую И хирурга Александров Умудри Убуди всех на проповедь Евангелия Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину Анастасию, Евгению Наталью, Роману, Юрия Рахиль, Едру, Русика Тимура, Самир, Благослови Дабы верили в Тебя, как истинного Бога И не верили лжепророкам Сергей, Сергей, Александр, Александр, Валентин Екатерину, Екатерину Галину Слава Тебе Возри на угрозы врагов На все пакости Не дай им желаемого злодействия Ты уже умягчаешь И в ноги утихли из них Коснись их сердце И примири их с нами Благосты и благодетели наших Творящие благое Елену, Людмилу Евгению, Наталью, обрати Юрия, надежду Посети болящих Дай силу и крепости Перенести страдания И пошли мы исцеления Валерия, Лариона, Кирилла, Алексея Игоря Надежду, Людмилу Алектина Анну, Марью, Александру Неанилу, Неанилу Валентину, Валентина Татьяну, Татьяну Благодарю Тебя, Господи За здоровье и за болезни За друзей и за врагов Ибо по Твоему благоволению Все это может оказаться на пользу Путешествующих, Раису, Льва, Виктора Благослови И все наше родство Евдокие, Валентину, Ирину, Татьяну Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию И Татьяну Дай им веру Твою, Святую Не тепло-хладность Дабы знать и служить Тебе искренне Я от пьянства вызваю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра Игоря Это у Александра потерянная идея Блуждающего Алексея Слови, вразуми Чтобы он вышел из этой комедии Ненужного И наше сокровище Здесь в интернете и книги Здесь и в пути Господи Сохрани для славы Твоего имени Научение людей Трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор Вячеслава Его Содружества Сергея, Сергея, Андрея, Андрея Благослови Для Тебя нет невозможного Господи Божий наш Слава Тебе Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня грешного Слава Тебе наш Бог Иегово Абва, Отче Свят, свят, свят Господь Собор Вся земля полна славы И валилуя Слава Высшей Богу На земле мир Человека благоволения Благодарю Тебя, Господи, за тот день В который дал мне веру в Тебя Страх пред Тобой Ожидание Суда Божия Благодарю за тот день В который дал мне Святую Библию Указал на толкование Святых Отцов На канонной церкви Аллилуйя Ангел Христов Хранитель мой Святой Моли Бога О мне грешен Господи Воздай добром Всем Кто помогал На путешествии Николая Виктора Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Людмилу Надеву Благословию Благодарю Тебя, Господи, за тот день Когда Ты открылся мне Страхи и трепети Благодарю Тебя, Господи За день, в который дал мне Святую Библию И изменил жизнь Даровал духовное крещение Духе Святому И наделил силой И жаждаю Благовестовать Слава Тебе Воздай вечности Всем Кто трудился От моей душой И возрастанием Ее к Тебе Мария Степана Александра Михаила Анну Обрати Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Леонтия Симона Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Добрый мой Ангел Сколько лет Ты хранил Защищал От видимых Невидимых Опасностей Прошу Тебя Не покинешь Смертный час Когда душа Будет разлучаться От тела Проведи душу По мытарствам Ведя на веки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Научи Нас Слава Тебе Саря Малахи Давид Нафан Данил Лотрих Пророк Михе Авра Исаак Яков Да исполнит Господь Духом Пророчеством Церковь Свою Дабы день Прихода Тво Нашего Отшествия Не застал Неготовыми Но чтобы Вышли На встречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Илея Добрых Дел Соделанной Духи Святым С любовью Аллилуйя Морите Бога О нас Святые Ангелы Архангелы Хуруимы Сарапимы Все небесные силы Крестолу Божьего Предстоящего Святые Апостолы Петр Павел Евангелисты Матфей Марк Лука Иоанн Задарует Господь Нам жажда Исследовать Священное Писание Ибо через них Мы думаем Жизнь Вещь А они Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Мученики Мученицы Игнатий Богоносец Полихарм Сминский Философ Космай Дамиан Андрей Спротилат Ирун Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Комедийский Георгий Победов Спателим Сорок Святых Мучеников Царь Николай Святой Царской Семей Святой Иосиф Борис Игрек Молите Бога О нас Да укрепит Господь Народ Свой Дай силу Крепость Перенести Прием Страданий Не допусти Чтобы кто Принял Очертание Сберия Антихриста Анфима Вениамина Дай веру Саши Родителей За такое Ложное Воспитание Молите Бога О нас Святые Отцы Василий Великий Григорий Богослов Ян Затаус Афанасий Великий Прям Сирия Антоний Макарий Антоний Феодосий Корнили Ио Сергий Радон Степан Пенц Серафим Саров Антоболь Антоболь Антхронштад Антшанхай Кирилл Макарий Алтаз Все перевозчики Священного Писания Молите Бога О нас Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Молите Бога О нас Святые Жены и Девы Теплая Первомучленница Патина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Плескила Акила Андроника Юни Катериана Устила Да дарует Господь Послушание Молчание Соломудрие И Вседливость Несправьте Покорилось Твоего Единородного Иисуса Христа И Спасителя Нашего Господа Бога Прими Наши Молитвы О Всех Заповедавших Нам Молития Спаси И помилуй От Твоем Истину Твою Аминь Доброе утро Всем Вот когда считаете Святые Божьи Святые Крепкие Святые Бессмертные Священник Один Говорил Тавтобольский Это надо так Ну Может быть И надо Так Синхронно Святые Божьи На Лоб Святые Крепкие На Шрево Святые Бессмертные Направо И налево Помилуй Меня Греш 올 Все Сходится Попробуйте Святые Божьи Святые Крепкие Святые Бессмертные Помилуй Аминь Вот это тоже можно знать. У нас сегодня тут сестру на операцию кладут. Алектина Пантелеевна. Операцию будет делать Александр, врач. Тоже помолиться. Спасибо, помилуй. Она давно уже лишилась одной почки. Это кто писал, Володя? Я. Ты, ну-ка покажи бумажку. Вот в этом слове, сколько должно быть букв? А лучше РУРГИС, РЕ тут должно быть. А ты думал, ЧИРУРГ? ЧИРУРГ, это который занимается физкультурой. А это ЧИРУРГИС. П тут нет у меня. А? П у меня тут нету буквы. Вот это буква РЕ. После УРЭ должна быть ЧИРУРГИС. Ну да, я виноват. А что виноват? Может ошибся или не знал? Ошибся. Так, я выпускаю Порше. Смотри, там же приходит. Серьезный белый. Вот он. Вот. Паля вылетела. Ну, Паля. О! Рыжая. Как они. Как ждут, будто сидят тут. Так у нас в церкви шесть кошек под полом всю зиму кормят. Десять кошек у нас всего. Это заказала котят. Слепые было. Надо два. Выросли? А не надо. И куда их теперь девать будут? Все спрашивается. Лоб толоконный. Так, все. Отмолею вставать. Вечером уже не остановиться. Отмолею. Это. На колени. Сейчас слушайте, сидите. Сейчас будут вопросы считать. Дай ей место сюда. Иди сюда. Садись рядом. Я буду вот здесь дремать. Так не трожь. Я встал-то в 15-20 минут, там сколько, второго. И уже все. Я слышно. Текст видно? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Вопрос 3959, том 28. «И как же увещевают Диамида его собратья по несчастью быть в той же упряжке?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Давят к смирению и к полному безмолвию. Я за последние дни перемолотил более 10 тысяч файлов статей. И ни одного ответа Диамиду нет полностью духовного. Все дело в невозрожденности авторов. Они толкуют о чем угодно. И слова правильные как будто бы исторгают. А все тянут под уже сложившиеся трущобы и завалы. Кто-то к патриарху подлизывается, а кто-то просто ругается. На благовестие никто не зовет. Ни один. А без благовестия все это пустой звук. Эти же их ответы читают. Сергей, сразу останови. А иные, что ругаются. Я сколько раз говорил. Вы говорите совсем. Ругают. Две буквы отбросил. А это большая разница. Притяжать. Мыть и мыть себя. То есть самого себя. Все, продолжай. А кто-то просто ругается. На благовестие никто не зовет. Ни один. А без благовестия все это пустой звук. Эти же их ответы читают и евреи, и мусульмане. И разные еретики. И что они могут о нас подумать? А только одно, что попали в морг к давно протухшим мертвецам. Вот как понимают супер православные. Двоеточие кавычки открываются. Почему же одних так прелестили содержание, интонация и дух в кавычках обращения епископа Диамида и нашли самую горячую поддержку в их сердцах? Другие же лишь продолжают огорченно и печально вздыхать, как от очередной очень ловкой провокации, когда родные и близкие люди, что называется, в кавычках, по своей воле, попадают в какую-то хитро подстроенную ловушку. Чем смущает интонация и смысл обращения, несмотря на кажущиеся верными для части православных людей словами и доводами, которые в нем приведены? Смущает очевидной категоричностью и верой в собственную правоту, в собственные силы, верой в то, что человеческими силами можно изменить положение вещей. А ведь это самое страшное заблуждение. Вера в человека в собственные силы и пагубнее этой веры нет ничего. Это прямой путь к погибели. Потому что если бы подписанты письма во всей полноте верили в Бога, а не в людей, то и обращение свое обратили бы не ко всем архипастырям, пастырям, клирикам, монашествующим и всем верным чадам Святой Православной Церкви, а ко Господу. Ибо просить надо Бога, а не человеков. И тогда Господь смог бы прочитать следующее. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, мы, клирики, монашествующие, миряне, анадырско-чукотской епархии, во главе с нашим архипастырем и отцом преосвященнейшим епископом Диамидом, обращаемся к Тебе, Господу и Богу нашему. В настоящее время в Русской Православной Церкви Московской Патриархии, членами которой мы являемся, существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения. И далее по тексту. Таким образом, патетическое воззвание обратилось бы в заурядное донесение или донос. В основе каждого произведения на уровне подсознания всегда заложена мысль, даже не та, которую хотел выразить автор, а та, что выразилась помимо его воли. Анадырские пастыри хотели рассказать о нестроениях в нашей церкви, но на самом деле рассказали многое о себе. В духе этого воззвания появился дух светскости и советскости, дух вчерашних пионеров и комсомольцев, для которых впитанные с детства в советских школах манеры поведения являются совершенно естественными. Несмотря на то, что облеклись они уже выноческие и священнические одежды, а духа рассудительности, главной христианской добродетели, в этом воззвании не видно. И именно поэтому пришлось по сердцу слова и дух этого обращения нашим братьям, в кавычках «ревнителям» с интернет-сайтов «Русь православная» и «Русская идея» и прочих квазипатриотов. Надо с сожалением заметить, что к ним примкнули и некоторые достаточно трезвомыслящие люди. Именно этот факт огорчает больше всего. Представим, что может ответить Господь, прочитав на это обращение. Не скажет ли Он нам, что мы и таких пасты, и такого патриарха, и такого государственного устроения, какое сейчас есть, и при котором мы можем свободно строить храмы, и не таясь молиться в них, совершенно недостойны и вовсе не заслужили? Что все это Господь дал нам не по каким-либо нашим заслугам, а только по своей неизреченной милости, как бы в долг с надеждой, что мы все это отработаем и вернем, как врученные нам таланты? Смогли бы мы услышать слова такого в кавычках обращения из уст действительно признанных авторитетов сегодняшней Русской Православной Церкви, архимандрита Кирилла Павлова или протеерея Иоанна Миронова, отца Николая Гурьянова или архимандрита Иоанна Крестьянкина? Конечно же нет, потому что и ныне здравствующие и уже упокоившиеся батюшки наши строили свою деятельность в соответствии с совсем другими категориями личного внутреннего нравственного совершенствования. Это совсем другое духовное пространство, обитая в котором остается возможность обрести надежду на спасение. Надо сказать, что молитвы за власть, которые ставят в вину нашему священно-началью подписанты, совершались с самого начала апостольской проповеди. Цитата. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. 1 Тимофею 3.1.2 Все в кавычках обращение покрыто как бы тонкой сетью лукавства и создается впечатление, что большинство из тех, кто на страницах печати или на интернет-сайтах выступали в поддержку обращения, так и не исторгли из своего сердца яд большевизма. И уже не слышат они сегодняшнего духовного авторитета, кому не единожды обращались в прежние времена епископа Приморского и Владивостокского Вениамина, который, комментируя появление очередного публичного обращения епископа Диамида, указал, что все эти вопросы надо рассматривать спокойно и в духе церковности, а не в виде светских митингов, в кавычках, в виде открытых писем. Конец цитаты. Не слышат братью Троицы Сергиевской Лавры, куда сегодня за духовным укреплением едут сотни тысяч паломников, которая с предельной точностью указала Владыке Диамиду на то, что, цитата, «Используя формат открытого письма при обращении к его святейшеству архиереям Русской Православной Церкви, вы прибегаете к одному из самых спорных инструментов демократии, борьбу с которой вы считаете одной из главных задач церкви, на то, что своими обращениями Преосвященный Синод противопоставляет себя всей полноте, Преосвященный Диамид, простите, противопоставляет себя всей полноте Русской Православной Церкви, и попирает принцип «соборность», кавычки закрыты. Таким образом, рассудительное духовенство указывает братьям, что для достижения даже самых благих побуждений недостойно православным христианам, а тем более столь уважаемому пастыру действовать в духе академиков Сахаровых и Гинсбургов, вбрасывая в души, в сознание пораженных советской духовной проказой людей столь сложные и болезненные вопросы, которые предлагается решить быстро и однозначно. Как уже говорилось выше, именно потому они нашли быстрый отклик у тех, кто уже давно мечтает изменить положение дел, как в Русской Православной Церкви, так и в самой России, жесткими хирургическими методами. В глубине воззывания сосредоточен вовсе не дух благочестия, а дух бунта и революционности. Такой дух уже владел в России умами, причем весьма нравственного духовенства в начале 20 века. И к чему это привело, хорошо известно. И сегодня среди некоторых патриотических изданий очень модны мысли о том, что только революция может сегодня спасти Растию от давляющего на дне ига. Мне эти призывы видятся глубоко ошибочными. Не революция, а благочестие и чистота. Тех, кто сегодня призывает к революции, к насилию и бунту, можно смело назвать последователями Милюковых, Гучковых и Керенских, всех этих нравственных уродов, которые заварили революционную кашу в начале 20 века, а затем сбежали из России. А русский народ расплачивался за них собственной кровью. Я уже не говорю о Лениных, Троцких и прочих революционерах, которые с беспощадностью маньяков терзали Россию. И именно к этим революционным временам призывают нас вернуться в современные псевдоревнители. Что это будет за государственное устройство с автоматами наперевес, да и с подпалки к Богу? Господу нужна наша свободная воля, наш свободный выбор. Выбор этот есть даже у самого отъявленного грешника. И этот выбор он самостоятельно должен осуществить в своем сердце. По совести, по правде Божией, а вовсе не под дулом автомата. Ибо Господь сказал, «Милости хочу, а не жертвы». В ангелии от Матфея 12.7. Но возьмут эти ревнители власть, установят пулеметы на крышах и заставят всех по воскресеньям ходить в церковь и изучать закон Божий насильно. Были уже такие предложения. В современной, в кавычках, исторической литературе один автор высказал мнение, что государю Николаю II нужно было жесткой рукой подавить революционные устремления русского общества в начале 20 века. Двоеточие, кавычки открываются. Выкопали бы пару беломорканалов, а вот чтобы бунтовать, нет, не допустил бы не мудростью, так жестокой рукой, так жесткой, простите, рукой, написал в своей книге «Царский путь» о последнем русском государе некий И. Смыслов. Так и вспомнишь после прочтения строк И. Смыслова восклицания Шолоховского Макара Нагульного из «Поднятой целины» о том, что если бы тысячи баб, детишек и стариков нужно было в кавычках в раз пыл для мировой революции кавычки закрыты, он бы не задумался ни на минуту. Так что предложение о высылке революционного народа на беломорканал для утверждения православной веры в России и укрепления государства звучит как раз в духе большевистского мировоззрения. В этом же русле рассуждают и современные в кавычках «ревнители». Пожалуй, и они не задумывались бы ради своей веры пустить в кавычках «в распыл» тысячи детишек и баб. А что? Раз революция, все дозволено. Вот таких единомышленников приобрел себе чукотский епископ. Сегодня именно он стал их символом, их знаменем. А ведь много лет о нем слывет молва как о добром пастыре и кротком молитвеннике. Как же получилось, что нравственно чистый пастырь стал вдруг знаменем революционеров, которые буквально пишут о том, что только революция, только народное восстание может спасти Россию от погибели. Но революция это путь в никуда, а вернее в ад. Есть другой путь и он единственный, путь собственного преображения и изменения мира через преображение себя, своей собственной внутренней сущности. И только этот путь верен и надобен Господу. И если бы с такой неукротимой энергией наши в кавычках патриоты стремились преобразить себя, очистить свою душу, стать через обретение истины христианских добродетелей светильниками веры, а не декларантами за права православного народа, то Россия уже давно была бы помилована и спасена. Но совсем не в то русло направлена духовная энергетика таких людей. Она устремлена на возбуждение немирности духа в верующем человеке, на возбуждение низменных качеств характера и страстей, на канализирование потоков духовной и потенциальной молитвенной энергии церковного народа в рамках партийных схем и циркуляров. Именно поэтому им выгодно разделение православного народа на тех кавычках кто стремится служить правде божией сопротивляясь тайне беззакония кавычки закрыто и тех кто служит апостасийному начальству маскируясь под кавычках православных для подчинения народа готовящемуся царству антихриста конец цитаты но если бы в кавычках ревнители действительно были ревнителями то не нужно было бы никаких воззваний ни митингов потому что через чистую молитву покаяние безмолвие смирение пост послушание сподобились бы они а до господа таких даров такого священного начали такого государственного устроения такой благодати для себя и русского народа что никакие обращения или воззвания уже не потребовались русские иноки уходили в пустынные леса в уединение стремились в безмолвие и там пребывая в пустынничестве через победу над собой вымаливали державность земле русской они молились там а господь по своей святой воле по своему благому усмотрению обустраивал в миру все что необходимо для полноты государственного устройства России поставлял куда необходимо нужных людей формировал обстоятельства способствующие спасению человеческих душ спасению и процветанию государства а мы стремимся сначала изменить мир в надежде на то что он потом изменит нас и окружающих но эта идея утопична мало того она пагубна для спасения души надо понимать и верить что сила Божия может проявляться в гораздо больших и страшных событиях чем виденная нами несколько лет назад цунами на берегах Индийского океана стояли бордели казино процветал разврат 10 минут и ничего не стало а Господь может гораздо более существенным образом в одно мгновение переменить всю ситуацию не только в стране но и во всем мире или мы не верим в это все может измениться но только не по требованиям гордых а по молитвам смиренных а учесть гордых предсказана если у нас стыд и совесть и способны ли мы еще испытывать чувство стыда и грузения совести или эти качества в нас уже абсолютно атрофировались если мы действительно верим в Бога и Богу то для чего же выступаем в качестве требователей да какое мы имеем право или может у кого-то или может у кого-либо есть сомнения в том что Господь не видит и не слышит всего того что происходит в России с Россией и с ее народом так где же вера наша требовательность созыва поместного собора больше напоминает борьбу за свои права кто на него соберется горлопаны которые сейчас окончательно распилили союз русского народа так там не видно христовой веры а есть некая партийная деятельность большевизм или либерализм в сущности последующие дьявольские это лишь поверхностно они противостоят друг другу для испытания и уловления многих а в глубине своей это две змеи вылупившиеся из яиц одного гада недаром так быстро произошло превращение многих убежденных комсомольцев и юных коммунистов в преуспевающих либеральных бизнесменов следует здесь вспомнить ветхозаветную историю о том как израильский народ за свое богатступничество был наказан и предан в руки вавилонского царяного худоносора который подчинил себе иудейское царство но не стал разрушать храм и сохранил Иерусалим когда иудеи хотели поднять восстание пророк Иеремия стал убеждать их и царя Сидыкию не делать этого он говорил что вавилоняне посланы богом в наказание за грехи царей и народа за отступничество от веры что единственным способом избавиться от бедствия являются покаяние и исправление и молитва к богу но ни царь ни народ не послушались пророка тогда царь Наваходоносор разграбил и сжег Иерусалим разрушил до основания храм построенный царем Соломоном и увел в плен большинство народа а иудейского царя Сидекию ослепил не в таком ли положении находится сегодня Россия и не станет ли столь ожидаемое ревнителями народное восстание такой бедой после которой Россия уже точно никогда не поднимется в своей православной силе если бы я был врагом России то постарался бы вложить максимум средств для поддержки таких революционных движений и реализации их идей вот куда может привести нас безрассудная ревность именно в этом духе действует сейчас сайт русская идея парадокс тот кто объявляет себя борцом с иудейством призывает народ повторить ошибочные действия ветхозаветных иудеев времен пророка иеремии впору господу уже спросить с нас за наши беззакония и удивительно что он еще так долго терпит нас и не погубил нас с беззакониями нашими мы все как бы участвуем в театре абсурда более 80% называют себя крещенными и православными и столько же тех кто запятнал себя будучи причастным к убийству через аборт ныне в россии ежедневно убиваются через аборт 13 тысяч младенцев что это значит это значит что 13 тысяч женщин ежедневно ложатся под нож и вместо божьей милости и благодати материнства получают дьявольское клеймо человекоубийцы чего же недостойны убийцы младенцев все в обществе чего же достойны убийцы младенцев все в обществе сегодня возмущаются засилием педофилов маньяков и прочих садистов и требуют для них самых жестоких смертных казней но чем лучше педофила мать позволяющая разодрать на части в своей трубе невинного живого младенца и самое страшное даже не раскаяться в этом не принести покаяние ко Господу за участие в убийстве все возмущаются ростом детской и подростковой преступности но не является ли эта преступность Божьим бичом за наши беззакония за нашу греховную жизнь некоторые православные обвиняют власть в том что она законодательно не запрещает аборты а что же если запретить разве их перестанут делать нет не перестанут будут делать подпольно но это даже второй вопрос а первый почему и зачем власть должна взять на себя те функции которые обязана выполнить совесть каждого конкретного человека ведь насильно то в абортарии ни президент ни губернаторы никто не тащит от греха в первую простите ведь насильно то в абортарии ни президент ни губернаторы никого не тащат от греха в первую очередь нас должна отстранять наша совесть а вовсе не государственная власть Власть не способна изменить совесть народа. Если она у него еще есть, она способна только к тому, чтобы вселить в него страх. Но не страх Божий, а страх как эмоцию в ситуации угрозы биологическому или социальному существованию индивида. Но надо ли это Господу? Зато народная совесть в полной мере способна изменить власть и государственное устройство. Сегодня русский народ в своем большинстве православный и крещеный пока только по названию. И необходимо пройти эволюцию. Может она будет короткой, но только это должна быть эволюция, а не революция. Какой смысл решать все поставленные болезненные вопросы, если в сущности мы, даже решив их, останемся народом безбожным, народом убийцей, народом богоотступником и клятвопреступником, народом ищущим своего, а не Божьего. Народом, который не несет свет миру, не желает быть солью земли. Насколько мы вообще достойны иметь патриарха, тех иерархов и пастырей, которых даровал нам Господь? Не мы их выбирали, Господь поставил их над нами. Абсурдно и есть признак неверия думать, что неволею Господа стоят сегодня над нами те пастыри, которых мы заслуживаем, а вернее сказать не заслуживаем. Бог их поставил над нами. Может быть они не самые лучшие, но других-то нет. Откуда им взяться? Нет иноческого делания. Архиереи выходят из иноков, а иноков нет. В одном Кирилло-Белозерском монастыре было в свое время более 500 иноков, а сегодня всего три, а по всей Санкт-Петербургской епархии около двухсот. В одном из своих посланий государь Иоанн Грозный писал, сказано, что свет инокам ангелы и свет мирянам иноки. А сегодня общество не дает миру иноков, а значит нет света миру. А если и дает, то каких? Послание Ефесянам 5.11 И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обречайте. Иезекииля 33.8 Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой. Но кровь его взыщу от руки твоей. Евреям 10.25 Будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. Милостыня 1878 год И.С. Тургенев Вблизи большого города по широкой проезжей дороге шел старый больной человек. Он шатался на ходу, его исхудалые ноги путаясь, волочась и спотыкаясь. Ступали тяжко и слабо, словно чужие. Одежда на нем висела лохмотьями, непокрытая голова падала на грудь. Он изнемогал. Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками, и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую седую пыль. Он вспоминал. Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат, и как он здоровье истратил, а богатство раздал другим. Раздал другим. Друзьям и недругам. И вот теперь у него нет куска хлеба, и все его покинули, друзья еще раньше врагов. Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце, и стыдно. А слезы все капали, докапали, пестря седую пыль. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени. Он поднял усталую голову и увидал пред собою незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не строго. Глаза не лучистые, а светлые. Взор пронзительный, но не злой. Ты все свое богатство раздал, послышался ровный голос. Но ведь ты не жалеешь о том, что добро сделал. Не жалею, отвечал со вздохом старик. Только вот умираю я теперь, и не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, продолжал незнакомец. Не над кем было бы тебе показать свою добродетель. Не мог бы ты упражняться в ней. Старик ничего не ответил и задумался. Так и ты теперь не гордись, бедняк, заговорил опять незнакомец. Ступай, протягивая руку, доставь и ты другим, добрым людям возможность показать на деле, что они добры. Старик встрепенулся, скинул глазами, но незнакомец уже исчез. А вдали на дороге показался прохожий. Старик подошел к нему и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего. Но за ним шел другой, и тот подал старику малую милостыню. И старик купил себе на данные гроши хлеба, и сладок показался ему выпрошенный кусок. И не было стыда у него на сердце, а напротив. Его осенила тихая радость. Кого по выбору нам можно не любить, в дом не впускать, приветом не лаская? Как не сойти с натоптанных орбит, быть с нелюбовью даже в день пасхальный? Нам заповедано достичь черетиков, пробить их гордость и дикое упрямство. К ним многие скатились дуряком, навек погибли за церковным пряслом. Кто отрицает божество Христа, не верит в жертву чудо воскресения, С тем не общайся, от него отстань, иначе враг в нас плевелы посеет. И все под тайной, иначе враг в нас плевелы насеет. И все под тайной, кто же еретик? В тот клинч вгоняет всех, кто неугоден. Поп входит в раж, он так к тому привык, Гвоздил всегда и буйствует сегодня. Для старовера все еретики, кто два перста ему в глаза не сунет, И смыслу здравому бормочет вопреки, Всех зазирая старостильно буйно. Распространенным стало штампом еретик На всех, кто нестандартно мыслит штампик, Кто хаженством слепцов посмеет укорить, Того позиции у староверов шатки. Иные всех готовы залезать налево и направо истиной торгуя, Лишь единицам стежку высветит назад, Измыслил церковь враг совсем другую. Где нет апостольского рукоположения, Там явно ересь и никак не церковь, Пытается прикрыться словоизвержением, И на аршин сектантские Библию стал мерить. Куда ни глянь, везде еретики, А может, к нам та ересь примостилась, И на аршин сектантские Библию стал мерить. Куда ни глянь, везде еретики, А может, к нам та ересь примостилась, Где вместо благовестия веками шли торги, Там свыше Дух Святой не обрекает силой. 9 сентября 2008 год. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 28. Вопрос 3978. Современные беспоповцы ищут ли для себя священство, Или незыблемо остаются в расколе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Редко, но встречаются заметки маленькие подвижки. Цитата. Ваше Преосвященнейшество, Преосвященнейший Владыка Даниил, С троекратным, землекасательным поклоном к вам И спрашивая от вас благословения и святых молитв пред Богом, Единоверцы Урала. Наша община старообрядцев, беспоповцев, Часовенного Согласия В количестве более 200 человек Приняла православие в 1995 году С большим вниманием и терпением мы наблюдаем За переговорами русской православной и русской зарубежной церквей В ожидании соединения двух ветвей некогда одной церкви, Как сказано в Писании. «Се, что добро или что красно, Но еже житии братьи вкупе, А всем Бога Господь обеща живут вечные» Антифоны восьмого гласа. Единоверцы всей России молятся о том, Чтобы Господь объединил их под епископским амафором, А также просят Бога, чтобы Господь помог совершить дело Объединение церквей. Сами некогда пережив состояние отрешенности о церкви, Будучи старообрядцами-беспоповцами, Скорбим о разделении наших церквей. Для нас необычайно важен ваш духовный опыт В руководстве единоверческой паствы. Он мог бы стать началом и фундаментом Объединения единоверческих подвигов, Единоверческих приходов России. Нас очень насторожило ваше обращение К пасты православной церкви за границей И смутило его политизированная направленность. Строки обращения Не несут в себе всепрощающей христианской любви, А уклоняются в политический торг. Разве могут стать выше церковного единства Какие-то политические выгоды? В свое время старообрядцы были гонимы И бесправны в своем отечестве. И все это нам пришлось оставить позади Ради мира и единства с православной церковью, Хотя был соблазн вспомнить старое И вступить в компромиссные переговоры. Тяжело, но необходимо было Забыть притеснения и обиды наших предков И ради спасения душ многих старообрядцев Господь сподобил по великой своей милости Вернуться в лоно Матери Церкви И восстановить единство с ней. А мы так все надеялись в тайне, Что живет где-то в граде Ирий единоверческий аэрхиепископ И будет у нас, одноверцев России, Свой епископ для духовного совета и окорбления. Мы будем молиться и дальше О даровании мира церквам, Чтобы Господь уврачевал все нестроения И хранить надежду на объединение Не только русской и зарубежной церквей, Но и всех единоверцев. Простите, если что не так. Единоверцы Урала Иерей Леонтий с прихожанами Вторая Ездрый 5.40 И сказал им Ниемия, Чтобы они не участвовали в святынях, Доколе не восстанет первосвященник, Облеченный в Урим и Путим. Иоанна 6.53 Иисус же сказал им Истинно, истинно говорю вам, Если не будете есть плоти Сына Человеческого И пить крови Его, То не будете иметь в себе жизни. Еврейская темия Вышел не случайно, Карпел над ней, Сверялся по крупицам, Известное одно с другим свечаю, О тайне той не уставал молиться. И высветились до конца времен Страдания еврейства, Их судьбина, Бесчетно раз разбит народ пленен. Но выживал, Как мамонтовы бивни. Избранием кичаться и поныне, Что Иегова приоткрылся им, В тысячелетия Бог изредка поднимет И возрождался вновь Иерусалим. Вот робу жадинам, банкирам, олигархам Проклятья сыплются вблизи, Издалека. В их гроб обиженные любят с кровью харкать, Рыбешек в зоб сбивает пеликан. На отвержение Христа придет Антихрист, Сметение и голод от печати, Жидовский шиш, вселенский чирий, Мучения вечного, Язвительный начаток. Но мы, не избранные, Как отбросы Гои, Сполобились уверовать в Христа, Ему последовать в князья из дикой гули, Чтобы в воскресенье навек пред ним предстать. Да не забудем, к нам через евреев Достиг глагол избранников-пророков. Мы им обязаны, то отрицать не смеем, И благодарность к тем погасит ропот. Сегодняшних евреев не сравнить, Они жестоковынее вчерашних. Их били, жгли, пускали нараспыл, То рейх, то коммунизм в гулак их трахал. Владыка неба, сжалься и помилуй, Остаток ненависти, выжги и упрямства. Друг друга гнали, резали и били Любовью осени, чтоб в злобе не захряснуть. 5 мая 2008 года, Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема священства, Том 29, вопрос 4026. Почему же даже революция не смогла своротить духовенство на путь первых христиан? Что не тем они занимаются, а нужно всем идти и евангелизировать темную революционную массу народа? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только потому, что те, кто был за реформу и кто был за консервацию всего прошлого и пошлого, все они одинаково были невозрожденными и желали только через внешнее устройство церкви привести к покорности вышедшую при наводнении из берегов широкую реку. Церковники ничего не соображали здесь. Кавычки открываются. Государственный переворот в феврале-марте 1917 года осуществился для большинства русских людей совершенно неожиданно. Он всех застал врасплох, в том числе, конечно, святейший правительствующий Синод. Большинство членов его, к тому же, было в отсутствии, уехав из Петрограда в свои епархии с наступлением Великого Поста. Общее положение русской церкви в то время могло казаться благополучным. Конечно, временами возникали проблемы. Как всегда, состав Синода, включая обер-прокурора, не всех мог удовлетворить. В частности, большой критике подвергался петроградский митрополит Петерим. Но в этом не виделось ничего катастрофического. Церковь к этому времени, вместе со всей империей, преодолела искушение революции 1905-1906 года. Тогда революция врывалась в ее внутреннюю жизнь главным образом в виде беспорядков в некоторых духовных академиях и семинариях. Но все это преодолели. И, казалось, наступило нормальное течение жизни под покровительством благочестивого царя. Напряжение чувствовалось только в связи с тем, что шла напряженная война. Были все основания надеяться, что конец ее близится, и что она завершится победой, которая укрепила бы государственный строй и открыла бы возможность приступить к важнейшим реформам. К их числу многие надеялись присоединить восстановление патриаршества после созыва Всероссийского собора. По грехам нашим Бог судил иначе. Тщательно подготовленный тайный заговор неожиданно поставил государя в такое положение, что он, не чувствуя ни в ком твердой опоры, вместо того видел кругом себя только измену, трусость и обман. Государь счел себя вынужденным подписать отречение от престола. Это сразу же вызвало быстрый развал всей государственной и общественной жизни, очень скоро отразившейся и на положении церкви. Все происходило невероятно быстро. Синод мог собраться только тогда, когда все уже было кончено и почти сразу был изменен его состав. А обер-прокурором назначен В.Н. Львов. Не вполне нормальный фантазер. Мало кто в тот момент понял все значения происшедшего. События оценивались в обществе только с политической точки зрения и исходили из осуждения всего старого. Религиозно-нравственная сторона происшедшего не могла быть представлена ни в одном органе печати. Неограниченная свобода была предоставлена только для критики и осуждения всего, связанного с церковью. Мало кто понял в тот момент, что приняв этот переворот, русский народ совершил грех, клятва преступления. Отверг царя помазанника Божия и пошел по пути блудного сына евангельской притчи, подвергая себя таким же пагубным последствиям, какие испытал он, покинув отца. Февральская революция 1917 года, а затем захват власти в России коммунистической партии, партии ей повлекли за собой такие испытания для церкви, каких никогда и нигде не было в истории человечества. Если гонения за веру возникали во многих странах с разной силой с первых лет существования христианства, то никогда преследование его не достигало такого размаха и такого утонченного коварства, как в России при советской власти. К мероприятиям, имевшим целью физическое истребление христиан, прибавилось возникновение расколов, пользовавшихся поддержкой коммунистической власти. Невозможно понять канонического положения церкви в России без того, чтобы знать историю разных попыток советской власти. Внести в церковь дезорганизацию и расколы с тем, чтобы подчинить ее врагам и разрушить ее изнутри. Для этого прежде всего были использованы лица, которые выросли в православной церкви и иногда даже были ее священнослужителями. Но на самом деле по разным мотивам стремились к внесению в нее реформации протестантского характера. Эти лица создали обновленческое движение, которое появилось сразу же после государственного переворота. Если были среди новых деятелей некоторые идеалисты, то они скоро потонули в море оппортунистов, стремившихся отнять власть из рук иерархии или лиц, свои корыстно ставящих на службу новой власти в ее усилиях для уничтожения веры в русском народе. Обновленцы вышли из кругов русской интеллигенции, проявлявших интерес к религиозным вопросам. Эти лица приближались к церкви, но не входили по-настоящему в ее жизнь и не воспринимали ее учением полностью. В Петербурге и Москве, отчасти и в других городах, они встречались в разных кружках, где, впрочем, наравне с ними выступали и лица с православными убеждениями, в том числе профессора духовных академий. Довольно долго в Петербурге председателем на заседаниях религиозно-философского общества был епископ Ямбургский Сергий Строгородский, впоследствии патриарх. Видным участником общества был и будущий вождь обновленцев епископ Антонин Грановский. Из будущих заграничных деятелей, назову Бердяева, Булгакова, Карташова, Мережковского, Франка. Кроме религиозно-философских обществ в Петербурге и Москве, был ряд разных кружков, члены которых, если и интересовались религиозно-философскими вопросами, то с предубеждением относились ко всему ортодоксальному, как к чему-то скучному и устарелому. В некоторых случаях кружки эти так далеко уходили от церкви, что приближались к некоторым формам сатанизма. О московском религиозно-философском обществе, памяти Владимира Соловьева, бывший на его собраниях профессор Н.С. Арсеньев вспоминает. Это была религиозность, но в значительной степени, хотя и не исключительно вне церковной, или вернее не церковной, а рядом с церковной, а главное вливалась сюда порой и прямая струя символического аргиазма, буйно-оргианистического, чувственно-возбужденного, иногда даже сексуально-языческого подхода к религии и религиозному опыту. Из участников таких кружков и не церковно-верующих прогрессивного направления вышли идейные основатели обновленческого движения. Гораздо больше было среди них пресс-свитериан, то есть представителей белого духовенства, стремившихся к власти и питавших зависть и неприязнь к черному духовенству и епископам. Профессор Б. В. Титлинов, один из основателей и главных деятелей обновленческого движения, признает, что в области внутренних церковных задач живая церковь поставила свою целью прежде всего освобождение церковной жизни из-под влияния монашеского епископата и передачу руководительства церковными делами в руки белого духовенства. Среди них было много авантюристов и своекорыстных предателей церкви. Тот же Титлинов признает, что значительная часть обновленческих деятелей идейные задачи ставила на второй план. По его словам, для этого течения, если можно назвать его этим именем, задачи идейного характера заслонялись задачей использования сегодняшней победы над старым церковным режимом и даже иногда жаждой отмщения за понесенные прежде обиды и несправедливости. Профессор Титлинов был одним из главных организаторов и деятелей обновленчества. И поэтому нельзя не поверить такому его свидетельству. История показывает, что вообще люди такого типа обычно примыкают к революционным движениям. Еще в 1905 году группа будущего обновленческого духовенства присоединилась к революции. Из нее в Петербурге образовался левый кружок, известный под названием «32 священников». Не входя формально в число членов этого кружка, к нему примыкали и другие. Евгений Белков в 1906 году даже начал издавать журнал «Красный звонарь». Он был ярко, революционного характера и скоро был закрыт властями. Попытки продолжать это издание под другим названием не имели успеха. В первые же дни революции 1917 года, по выражению Веденского, еще под грохот уличной стрельбы, в Петроград, эта группа по инициативе протеерея Егорова собралась на квартире протеерея Михаила Попова. Там было решено организовать все прогрессивное, в кавычках, церковное общество, во, в кавычках, Всероссийский союз демократического духовенства и мирян. На первом месте у этого общества стояли цели революции и установления республиканского образа правления. А на третьем – реформа в церкви. Председателем избрали священника Дмитрия Попова, а секретарем протеерея Александра Веденского, будущего возглавителя обновлеческого движения. Союз демократического духовенства снесся с единомышленниками в Москве и просил прислать им оттуда представителя. Поехал Веденский. Он снова выступил с лекцией, но не имел успеха. Москва еще отставала от Петрограда в отношении революционного духа. И в союз записался только один священник. Гораздо лучше пошло дело союза в Петрограде. Там к нему примкнул уже упомянутый нами профессор Китлинов. С его помощью при Синоде был основан новый официальный орган, церковно-общественный вестник, который Союзу легко удалось взять в свои руки. Через него он и повел всемирно пропаганду своих идей. Работа эта облегчалась для церковных революционеров смутным положением в самом святейшем правительствующем Синоде. Профессор-пратарей Федор Титов пишет о первенствующем члене Синода в то время в митрополите Киевском Владимире. К тому же место представителя революционного революции, революционной власти в священном Синоде после переворота занимал человек, совершенно неподготовленный к принятому на себя положению. И как потом оказалось больной, вскоре обострившиеся отношения между Синодом и обер-прокурором закончились грубым актом со стороны последнего, вошедшим в историю под именем разгона Синода. Кавычки закрыты. Из Синода были исключены все члены, включая трех митрополитов, из которых два были лишены своих кафедр. В новый состав Синода сюда не вошел ни один из бывших в нем до революции архиереев, кроме архиепископа финляндского Сергия Строгородского. Вместо того, членами Синода были назначены четыре священника. Послание о созыве Всероссийского Собора подписано пятью епископами, одним протопресвитером и тремя протоиереями. Отношение необычное. Соотношение необычное. Для того, чтобы было понятно, насколько это мероприятие было актом революционного насилия, надо сказать несколько слов вообще о составе Синода. По штату, утвержденному 9 июля 1918 года, личный состав Синода состоял из семи лиц, из которых один назывался первенствующим, а остальные членами и присутствующими. Члены Синода назначались пожизненно, а присутствующие вызывались для временного участия в его заседаниях. Пресвитеры обычно назначались не членами, а только присутствующими. Членами бывали старейшие архиереи. Профессор Суворов отмечает, что в царствовании императора Александра Третьего никто из пресвитеров не назначался членом, а до того это случалось редко. Таким образом, увольнение пожизненных членов Синода было поступком незаконным и революционным. Разгону Синода предшествовало не только упомянутое выше увольнение с кафедр двух митрополитов. Кроме них уволили с кафедр еще 10 архиереев. Архиепископ Никон в книге «Жизнеописание» митрополита Антония приводит их имена. Введенский не без некоторого бахвальства пишет о том, как составлялся новый Синод. По его словам, это в кавычках «развернулись свободные творческие силы, пришли те, кто давно родила в свободе церковной и политической». Инициативная группа Петроградского духовенства, в числе которых были члены государственной группы Протеорей А. Я. Смирнов, Протеорей Д. Филоненко, профессор Протеорей А. Рождественский и автор этих строк, в скобках, то есть Введенский, организует новый состав Синода. Кавычки закрыты. И священников вошли эти же лица, кроме Введенского, и, как он пишет, цитата, ряд либеральных епископов. Новый Синод, цитата, признает факт революции и ее необходимость. Новый Синод опирается на сочувствующий ему немногочисленный слой либерального духовенства, которое сорганизовалось во, цитата, «Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян». Профессор Титлинов с особенным удовлетворением пишет о том, как эти перемены обнадеживали обновленческие круги. С помощью оберпрокуратуры церковно-общественному мнению удалось, наконец, в середине апреля добиться распуска Старого Синода. Немалую роль сыграл при этом Совет по делам православной церкви, образовавшейся из думского духовенства. Некоторых членов думы, мирян и прогрессивных церковных деятелей. На собраниях Совета неоднократно и настойчиво указывалось на необходимость новой власти в церкви, и соответствующее представление было сделано правительству. Новый Синод был составлен из лиц, более или менее уже соответствующих потребностям момента. Кавычки закрыты. Сетуя на то, что все-таки в новом Синоде недоставало, цитата, активных обновленческих работников, Титлинов радовался уже тому, что, цитата, новый Синод во всяком случае перестал быть тормозом церковно-преобразовательного движения. Лишь с этой переменой церковной власти сделалась возможной реальная церковно-обновительная работа. Титлинов далее пишет, что деятели, цитата, взявшие в свои руки руководительство церковной политикой, Конец цитаты, ставили своей задачей, еще, цитата, подготовить церковь к соборной жизни, то есть организовать церковную общественность, раскрепостить связанные прежде рамками действительного порядка церковные силы, изъять власть из рук реакционеров и выполнить всю подготовительную работу для собора. С отзывом собора последнему передавалась дальнейшая судьба церковного реформаторства. Конец цитаты. Но еще до созыва собора, в кавычках, обновленный, Синод уже начал вводить реформы церковное управление. Им были изданы временные положения о приходе и эпархиальном управлении, построенные на выборном начале Титлинов. Сетует, однако, на то, что новый Синод действовал недостаточно решительно. Если Синод стеснялся увольнять больше епископов, чтобы не слишком поощрять анархические элементы в церкви, то обновленческое сознание Титлинова с этим не мирилось. Он считал, что, цитата, агенты старого строя, хотя бы за ними и не было определенных вин, все равно не будут искренне работать для церковного обновления, основным условием которого ставилось умоление епископских прерогатив. Конец цитаты. 29 апреля 1917 года Синод в новом составе объявил о созыве Всероссийского собора. Во главе подготовительной работы становится архиепископ Финляндский Сергий Строгородский. Образовывается предсоборный совет. 25 мая за номером 32800 Синод созывает в этот совет ряд либеральных профессоров в качестве спецов. Конец цитаты. Кроме них в составе совета был, конечно, и ряд духовных лиц по должности. Обновленцы уже перед тем начали развивать большую деятельность. Веденский писал о положении, которое он нашел в Петрограде по возвращении из Москвы. Цитата. Там работа идет. Союз приобрел крупную литературно-богословскую величину в лице профессора Титлинова. С его помощью официальный орган при реорганизованном Синоде церковно-общественный вестник удалось взять в свои руки. В этом вестнике мы повели всемирно пропаганду наших идей. Внимание народа и сочувствие нашему делу обновления церкви, несомненно, были огромны. Этот всероссийский церковно-общественный вестник отражал взгляды временного правительства на церковные вопросы. Там велась ожесточенная и грубая пропаганда против восстановления патриаршества. Хотя вопрос этот никем еще формально не возбуждался. Напротив, противодействие этой акции обновленца со стороны церковно-мыслящих людей, если и стало проявляться, то в очень стесненных условиях и без поддержки органов печати. Однако православное сознание не могло не противиться восприятию новых идей. Так что даже созванный в Москве будущими обновленцами Всероссийский съезд духовенства и мирян в июне 1917 года не совсем оправдал их надежд. На этом съезде, как и на разных других собраниях, раздавалось много речей, направленных против иерархического строя. Но вместе с тем проявлялось и противодействие некоторым проектам реформ, особенно отделению церкви от государства. Вопросы, внесенные синодом на рассмотрение Всероссийского собора, охватывают все стороны жизни. Для нашей работы представает интерес пункт второй положения о высшем церковном управлении. Проект этот был одним из наиболее разработанных и сильной демократической тенденции. Возможность восстановления патриаршества там не принималась во внимание. Вопрос этот по-настоящему возник только на самом соборе. Двоеточие кавычки открываются. Законопроект, выработанный во втором отделе Прессоборного совета, заключает в себе общие положения, о высшем церковном управлении, проектируемом из поместного собора, периодически собираемого и постоянных органов Священного синода и Высшего церковного совета, имеющих особые предметы собственного видения и совместные общие собрания для разрешения определенного круга дел. Титлиннов признает, что с точки зрения целей группы обновленцев, которая сосредоточилась при синоде, созыв собора оказался ошибкой. Он пишет, цитата, «Вообще здесь была допущена ошибка, за которую, может быть, надо винить не столько синод революционного созыва, сколько самую руководящую церковную общественность. Последняя, видимо, не совсем верно оценивала положение и не была достаточно осведомлена в настроении провинциальной церковной среды. В руководящих церковных кругах преждевременно полагали, что церковь готова для собора и что надо поскорее созвать собор, чтобы придать ему церковное строительство, состоявшееся, чтобы передать ему церковное строительство. Состоявшийся в начале июня в Москве Всероссийский съезд православного духовенства и мирян был как бы предверием собора. На съезде в 10 дней были выработаны и обсуждены новые основные проекты церковных преобразований и все главные вопросы церковного момента. С этой стороны съезд оказался вполне удачным. Определенно прогрессивная линия поведения большинства съездов вопросов церковного устройства давала повод рассчитывать, что и будущий собор займет такую же позицию и сделается фактором коренного обновления церкви. Отчасти под впечатлением съезда работы по созыву собора были ускорены. Впрочем, Титлинов признает, что уже в самом предсоборном совете можно было заметить, что дело не так просто, как оно могло казаться на первый взгляд. В частности, это проявилось при обсуждении вопроса о решающем или совещательном праве голоса клириков и мирян на соборе. Консервативное течение в Совете взяло под свою защиту прерогативы епископата и успело провести в порядке особого наказа ограничительное для церковного общества постановление о разделении собора на две курии епископскую и духовно-мирскую с правом епископской курии налагать введа на любое соборное решение. Резкое столкновение, происшедшее по этому поводу в Совете между левым и укралом большинством, показало, что идеалы церковного освобождения опять становятся достижением только церковной оппозиции. Весь жетон, принятый в Совете церковным центром и церковной правой, его частью давал понять близость новой борьбы церковной реакции с церковным освободительством. Подобная борьба не могла еще разыграться в Предсоборном Совете вовсю ширь, потому что Совет был созван либеральными инициаторами и действовал в рамках «либеральных же заданий». Кавычки закрытые. На Синод неизменно оказывалось давление в смысле введения разнообразных демократических реформ. Однако, имея в виду уже принятое решение о созыве Собора с участием представителей Клира и Мириан, Синод чувствовал себя недостаточно авторитетным, чтобы отменить все прежние правила. Определением от 4 мая 1917 года за номером 268 он, тем не менее, внес ряд реформ демократического характера с оговоркой, что это делается не в отмену прежних правил, а временно до выработки новых правил управления на Всероссийском Соборе. Определение начинается со ссылки на новое положение в государстве. Цитата. «Новый государственный строй, открывая возможность более деятельного участия народа в управлении, видит пути к тому в применении выборного начала при замещении должностей, а с другой – в объединении отдельных классов общества на почве защиты личных или профессиональных интересов». Конец цитаты. Определение вводило выборное начало при назначении настоятелей приходов, вводило устройство благочиннических уездных и епархиальных собраний и съездов, представляло местами и епархиальным советом, где таковые имеются. Участие в лице трех членов в заседаниях духовных консисторий с совещательным голосом. Утверждало выборные благочиннические и епархиальные собрания и советы. «Постановления всех таких собраний могли входить в силу только по утверждению их епархиальным архиереям. Деятельность всех таких учреждений должна была руководствоваться временными правилами, вырабатываемыми Святейшим Синоном. Все эти мероприятия можно было критиковать как введенные не столько по церковным принципам, сколько следуя примеру светских учреждений того времени, то есть по принципам революции. С другой стороны, возможность ссылаться на голос народа в условиях революции могла быть иногда полезной в борьбе за защиту церковных интересов. Вопреки планам ввести в управление церкви светский элемент, эти реформы разбудили православную общественность, что вскоре сказалось при выборах членов Всероссийского собора. Работа Синода, несмотря на поспешные реформы, стала несколько легче после замены В.Н. Львова в должности оперпрокурора профессором А.В. Карташовым. Нельзя не признать, что возможность ссыла Всероссийского собора была проявлением милости Божьей. Если бы его созыв состоялся хотя бы на два месяца позднее, он едва ли мог бы решить вопрос о восстановлении патриаршества, а приход к власти коммунистов уже успел бы внести такой хаос, что мог быть поставлен и самый вопрос о возможности организации размещения и содержания членов собора в Москве. Кавычки закрываются. Книга Левит, 26 глава, 25 стих. И наведу на вас мстительный меч в отмещение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Пророк Иезекииль, 11, 8. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог. Второзаконие, 32, 41. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. А страха их не бойтесь, не смущайтесь. Изрек Иисус своим ученикам вас будут резать, разрывать на части, но волосинки малой не пропадет в веках. Что было скрыто за таким наказом еще нигде, еще никто нигде не испытал. Мир напрягался, умно изобретая казни, заказывали блюда на победный бал. Но шли века, захлебывались кровью младенцев, юношей и древних стариков, и с палачей казненными никто не проклят. Молились за отпадших и врагов. Не бойтесь среди львов, я с вами. Я силой облеку сынов и дочерей. Вас не отравят, не затравят львами, не испугает деспот род ощерев. Мой путь и ваш уже соединились, через Голгофу узкие врата. Быть мучеником это ли не милость? Дней десять в муках стоит скоротать. И задымились строки в житиях святых. Их жизнь соединилась с житиями. Не бойтесь, покрывалом этот стих накрыл с любовью мучеников в яме. Никто не превозможит христиан, вкусившись, вкусивших благо от святого духа. Побит был первомученик Степан, он жив вовек, Синедрион же рухнул. Не бойтесь, и сегодня сей набат Синедрион поповский гнусно балагует. Таких за веру кто же будет брать голосовальщики за власть всегда при урнах. За смертью вечность, радость со Христом, благословенный рай, где нет печали, слова Христа едва ли мы врастем, доколе к страху Божью и причали. 20 сентября 2008 год Игнатий Лапкин На сегодня пока все. Благодарю за внимание. Оленька, спаси Христос за помощь. Спаса пошел с Бодом. Спасибо. Он ушел что ли совсем? Ты что совсем ушел? Сергей, ты ушел совсем? А! Что, Игнатий ушел? Нет, пришел опять. Говори, собираюсь уходить. Давай, тогда дальше. Я рядом тут сижу. Микрофон включите. Я говорю, что ты хочешь сказать? Не слышу. Что, что? Как, сейчас не слышишь? Сейчас слышу. Я рядом тут. Я все ухожу, все. Совсем? Ну, все тогда. С Богом. Да. С Богом. Ну, все тогда. Да. С Богом. Продолжение следует...